Гробовщик Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и, наконец, купленному им за порядочную сумму, старый крабовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радуется. Я сапожник, имя мое Готлипчут. Я живу у вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздновать мою серебряную свадьбу. И я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски, так сказать. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмаленную бутылку, громко произнес по-русски. «За здравьте моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось, хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. Пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городов. Пили здоровье всех сухов вообще и каждого в отдельности. Пили здоровье мастеров и под мастер ехали. Пили, пили, пили. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул. «За здоровье тех, на которых мы работаем, наших клиентов!» Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу плавиться, а Юрко посреди сих взаимных поклонов закричал, обратясь к своему соседу. «Что же? Перь, батюшка!» «За здоровье своих мертвецов!» Стены его комнаты были все источены пулями, как пчелинные соты. Искусство, такое его достиг он, было неимоверно. Если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки, кого бы то ни было, никто б нашим полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами часто касался поединков, но Сильвио никогда в него не вмешивался. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Шесть лет тому назад я получил пощечину, «И враг мой еще жив!» «Вы не дрались?» — спросил я. «Я с ним дрался», — отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка». Сильвио встал и вынул из карбонно-красную шапку с золотой кистью и голуном. Она была прострелена на вершок отолба. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня посолиться в бедной деревеньке Эннского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать отрежней моей шумной жизни. Всего труднее было привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. Близких соседей около меня не было. Чтобы дать мне немного привыкнуть к новому знакомству, граф и графиня стали говорить между собой. Я же стал осматривать книги и картины. Одна из картин изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней неживопись. А то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна в другую. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся под куском в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители, заметив их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать. Берегисовались и разговаривая, они дошли до сверху все рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей приятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Берегисовались и разговаривая, он велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, Куда часа через два должна была приехать и Марья Кавриенко. Дорога была и не знакома, а езды всего двадцать минут. Но едва Владимир выехал за околе в сухоле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не встретил. В одну минуту народу занесло, а крестность исчезла в крупной руле, сквозь сходу не летели белые плотния с неба, и было уже светло, как достигли они жадрино. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе его тройки не было. Какое известие ожидало его. Владимира давно не было видно в доме Гаврина Гавриловича. Он был напуган. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял, что нога его никогда не будет в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это был 1812 год. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ